Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как связать вот такую замечательную кофточку. К сожалению, по камере ее полностью не видно, но я думаю, по аватарке на фото вы увидели ее красивый вид в целостности. Теперь, что касаемо по размерам кофточки. Данную кофточку я вязала для девочки где-то год-полтора. Также ее может хватить и на дольше, если сделать немножечко больше запасик в окружности груди. Полуобхват груди у меня здесь 26,5-27 см в нерастянутом состоянии. Если хотите увеличить, соответственно, добавите количество петелек, нужное вам. Для начала я вам рекомендую связать небольшой образец, там где вы будете перекручивать жгутики и косички. Затем вы этот образец измеряете, сколько у вас по размерам он занимает по сантиметрам. И затем уже распределяете рисуночек на кофточку. Далее, высота кофточки моей 34 см. Где-то даже 35 см, точнее будет 34,8 см. И вот эта длина рукавчика нашего 28,5 см. Я буду вязать порядка 29 см в длину рукавчик, для того, чтобы здесь у нас можно было хорошо пришить. И, скажем так, остался какой-то запасик рукавчика. Вы можете рукавчик связать, допустим, короче, если вам нужно. Но я делала немножечко на вырост, поэтому вот этот, скажем, рукавчик, где резиночка, я могу, в принципе, отвернуть для ребеночка. То есть вот так вот сделать отворотик. Но это уже в дальнейшем. Пока я сейчас ничего отворачивать не буду. Далее, я украшала кофточку вот такими жгутами-косичками. Вязала я основной рисунок, это изнаночная гладь. Вы можете просмотреть ее на рукавчике, на переде, между косами и на спинке. И далее вязала капюшончик. Смотрите, капюшончик я украсила всего лишь двумя жгутами по бокам. Можно этого не делать, можно сделать просто изнаночной гладью. Но я вот почему-то так решила, что будет интересно продолжить вот эту косичку. Мы закрыли плечевой скос и дальше продолжили вязать вот эту жгутик-косичку до самой макушки. То есть вот так у меня получилась косичка по всему капюшону. А далее изнаночная гладь. Планочку я вязала платочной вязкой. Можно платочную вязку заменить на узор путанка или рис. Для чего так? Для того, чтобы, смотрите, у нас планочка получилась немножечко как резиночкой стянута. То есть вы можете это наблюдать в виде капюшона. Чтобы вот этого стягивания не было, можете вязать путанкой. Я вот почему-то решила платочной вязкой, так и вязала от начала до конца платочную вязку. Опять же, можете заменить путанкой, чередуя лицевые и изнаночные в шахматном порядке. Это уже по желанию. Оформляла я сначала вязание резинкой 2х2 и на рукавчиках также закончила резинкой 2х2. Можете заменить резинкой 1х1, если вам так удобно. Но так как у меня здесь жгуты в четном количестве и косички, то я решила резинку 2х2 вязать, чтобы плавно перейти на узоры. В принципе, такую кофточку украшать ничем не нужно. Она сама является такой вот очень красивой, аккуратной, благодаря жгутам такой насыщенной, богатой. Украсила я всего лишь вот такой маленькой брошечкой блестящей. В принципе, в кофточке цвет выбрала для девочки нежно-розовой. Можете, в принципе, связать такую кофточку и для мальчика, но выберите соответственный цвет. Исходя из вот таких вот размеров кофточки, у меня получилась кофточка в 3 мотка. То есть, у меня вместилась полностью в 3 мотка, поэтому на кофточку ушло порядка где-то 300 грамм. Вы уже, исходя из этих размеров, из количества моточков, рассчитываете на свой размер, закупаете пряжу и приступаем к вязанию. Для вязания я буду использовать пряжу фирмы Ланоса. Это серия Зерда, 175 метров 100 граммов. Здесь в состав входит альпака и дралон. Довольно-таки крупненькая пряжа. Спицы я буду использовать на резиночку номер 4 и на основное полотно я буду использовать номер 4,5 круговые. Можете взять прямые спицы для резиночки. В принципе, у нас там будет, скажем, резиночки всего лишь буквально 5 сантиметров. А все остальное полотно будем вязать номером 4,5. Возможно, вам понадобятся дополнительные спицы для того, чтобы оставить петельки открытые. Либо можете использовать булавочки для вязания. Также вам понадобится одна дополнительная спица. Можете использовать чулочную спицу номер 4, 4,5. То есть приблизительного размера по диаметру основных спиц. Для того, чтобы перекрещивать нам петельки, косы, делать жгуты, также вам понадобится крючок. И если вы будете сшивать детали иголочкой, то также вам понадобится иголочка. Если будете просто крючком, то можете сшивать просто крючком. Конечно же, нам понадобится ваше хорошее настроение, запас терпения. Мы начинаем. Итак, наши петельки набраны. Достаем одну спицу свободную и начинаем вязать первый ряд. Когда мы набирали петельки обычным способом, у нас получается с одной стороны вот такие зубчики, с другой стороны косичка. Вот эта косичка я хочу, чтобы у меня была с лицевой стороны. То есть аккуратненький краешек. Поэтому первый ряд я буду вязать изнаночный. Смотрите, для начала я провяжу в первом ряду кромочную первую лицевой. Во всех последующих рядах первую кромочную я буду снимать не провязывая. Далее у нас идут 6 петель планочки. Мы вяжем 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязали первых 7 петелек. И далее начинаем формировать резиночку 2х2. 2 лицевые, 2 изнаночные. 2 лицевые, 2 изнаночные. И так мы будем вязать, чередуя 2 лицевые и 2 изнаночные, до последних 7 петель этого ряда. Дошли до последних 7 петель и закончилась у нас получается 8-9 петля с конца 2 лицевыми, как и начиналось после планки. Теперь у нас 6 петель планки, поэтому вяжем 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И кромочная у нас последняя изнаночная. И запомните, что в конце каждого ряда кромочная, а последняя у нас изнаночная. А в начале каждого первого ряда, вот здесь вот в начале, в общем ряда, первая кромочная снимается не провязанной. Далее, 6 петель планки, как в начале, так и в конце, перед, после кромочными, 6 лицевых. Это безизменно. То есть, смотрите, вот эта планочка у нас, 6 петелек после кромочной и 6 петелек перед кромочной в конце, всегда будет лицевыми и в лицевых рядах, и в изнаночных, так как это у нас платочная вязка. Поэтому здесь остается без изменения. Далее вяжем над изнаночными изнаночные петли, над лицевыми лицевые. То есть, также продолжаем вязать резиночку 2х2, чередуя 2 лицевые и 2 изнаночные, но над петлями предыдущего ряда, как ложится по рисунку. Так вяжем этот ряд, кромочная и изнаночная, не забываем. И следующий ряд, кромочная и изнаночная, и резиночкой 2х2 вяжем 2 лицевые и 2 изнаночные планочка. У нас 6 лицевых в начале, после кромочной и в конце перед кромочной. Итак, мы связали 3 ряда от начала вязания, и в четвертом ряду я вам предлагаю в начале ряда лицевого, обратите внимание, мы в лицевом ряду, сделать петельку для пуговички. Поэтому, первую кромочную снимаем, далее вяжем 2 лицевые петли. Далее делаем накид и следующие 2 лицевые петли вяжем вместе одной. То есть, сделали накид и сократили одну петлю, для того, чтобы у нас планочка не увеличилась и не уменьшилась. И теперь довязываем еще 2 лицевые петли. То есть, получилось у нас 3 лицевые перед накидом и 3 лицевые после накида. То есть, вот она наша планочка, 6 петелек и кромочная. Вот этот накид будет нам служить петелькой для пуговички. В принципе, если вам кажется, что маловато, можете закрыть 2 петли и сделать 2, как бы такие вот, двойной накид. То есть, вот таким вот образом сделать 2 петли. Если вы сократите, закроете 2 петли. Но мне кажется, что вот этого накида вполне достаточно. И в следующем изнаночном ряду, мы его провязали, сделаем вот такую вот дырочку. Этого будет вполне достаточно для вязаной кофточки детской. Вот, и для данного размера. Теперь дальше продолжаем вязать над изнаночными. Изнаночные петли, над лицевыми, лицевые. То есть, продолжаем вязать резиночку 2х2. Я буду вязать ее порядка 5 см в высоту. То есть, это где-то 9 рядочков от начала вязания. Исходя из плотности моей вязания. Если хотите резиночку повыше, можете сделать повыше. Мы петельки пока делать не будем. То есть, просто вяжем высоту резиночку. При этом соблюдаем вязание нашей планочки в начале ряда и в конце. Довязываем этот ряд до конца. Поворачиваем и вяжем следующий ряд. Я вам покажу, как мы свяжем вот эту планочку там, где у нас должна быть петелька. Вот мы довязали изнаночный ряд, получается. И осталось у нас 6 петель планки. Одна из которых петля накида. И кромочная. Мы так и вяжем 6 лицевых. 1, 2, 3. Далее, вот он наш накид. Четвертая петля мы вяжем точно так же лицевой, не перекрещивая, чтобы была дырочка. Довязываем 2 лицевых. И кромочная, и изнаночная. Вот этой петельки для пуговички вам хватит. Для пуговички диаметром до где-то 12 мм. Если вы хотите пуговичку побольше, то можете закрыть 2 петельки и затем их восполнить. То есть, мне кажется, этого более чем достаточно. Вот такой вот дырочки. Плюс еще эта ниточка, она может потянуться. То есть, петелька растянется. Поэтому больше ее делать я не буду. И дальше продолжаю точно так же. Кромочную снимаю. 6 лицевых. И резиночка 2х2. То есть, я продолжаю вязать до высоты 5 см дальше. Связали 5 см в высоту. Как я и говорила, это у меня 9 рядочков. И у нас имеется уже в начальной вот здесь вот планочке петелька. И мы переходим на спицы более большого размера. Итак, кромочную снимаем. И далее, как всегда, продолжаем вязать наши 6 петель планок. Планки лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все, связали 6 лицевых. Далее у нас идет 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Мы эти 6 петелек вяжем изнаночными петлями. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Связали петельки вот эти вот после планочки. Их тоже у нас 6. И теперь переходим на 6 лицевых петель жгута. 1, 2, далее изнаночные тоже лицевыми 2 вяжем. И еще 2 лицевые. 6 петель лицевых это первые петли жгута. Далее у нас идут промежуточные 2 изнаночные. У нас идут по рисуночку резинки 2 изнаночные. И продолжаем вязать их 2 изнаночные. Далее второй жгут 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Связали второй жгутик 6 лицевых. Снова 2 промежуточные изнаночные. И продолжаем вязать снова 6 лицевых, но уже петельки для косички. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И далее 1 изнаночная. Мы закончили первую полочку. Первую часть передом. Далее начинаем вязать спинку. Вяжем 1 изнаночную. То есть это как продолжение промежутка между косичками. И далее 6 петель лицевых. Это вторая косичка, которая у нас на спинке. И теперь нам нужно провязать средние 38 петелек изнаночными петлями. Это у нас продолжение спинки. 1, 2. Далее над лицевыми продолжаем вязать 3, 4 изнаночные. Далее 5, 6, 7, 8, 37 и 38. Далее у нас идут 6 петель лицевых второй косички со второй стороны спинки. 4, 5 и 6. И промежуточная изнаночная петля. Закончили спинку и приступаем ко второй полочке переда. Вяжем промежуточную вторую изнаночную. Далее 6 лицевых петель косы. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее промежуточные 2 изнаночные. И снова 6 петель первого жгута. 6 лицевых, 3, 4, 5, 6. 2 изнаночные промежуточные. И 6 петель лицевых второго жгута. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Довязали наши жгутики. И до конца у нас остается 6 петель изнаночных. Далее 6 петель лицевых. Это планочка наша. Так и вяжем все без изменения. И кромочная, изнаночная. Наш первый ряд. Распределение узора окончен. Поворачиваем на изнаночную сторону. И вяжем полностью по рисунку. Как ложатся петельки. Я продолжаю вязать спицей. Вот они у меня круговые. Большего размера. Второй ряд, как и первый. И теперь смотрите. У нас кромочная, изнаночная. Все вяжем по рисунку. Далее у нас идет 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее идет 4, даже 5, 6. 6 лицевых. Далее у нас идут 6 изнаночных. Это петли косы. Просто смотрите, какие у вас под петелькой изнаночные. Значит, изнаночную вяжите. Лицевая, значит, лицевую. Далее у нас идут промежуточные 2 лицевые. Далее 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это петли косы нашей. Или жгутиком. Скорее всего, это второй жгутик еще идет. Далее промежуточные 2 лицевые. И, наконец-таки, 6 изнаночных. Это петли косы с изнаночной стороны. И запомните, главное, что с изнаночной стороны всегда мы будем вязать по рисунку. Я проговаривать этого не буду. Вы просто смотрите, что та сторона, где у вас рубчики, ниточка с правой стороны наборочная, это значит изнаночная сторона. А изнаночная сторона всегда у нас будет вязаться по рисунку. Петли планки платочной вязкой лицевыми, а все остальные петельки вяжем над лицевой лицевую, над изнаночной изнаночную. Так как ложатся, так и в принципе вяжем. Главное, запомните, что на спинке у вас посерединке всегда будет 38 петелек. И это будет у нас с лицевой стороны изнаночная гладь, которая вяжется с лицевой стороны изнаночными петлями, а с изнаночной стороны лицевыми петельками. И так продолжаем вязать по рисунку. Смотрим, как ложатся петельки, так и вяжем. Лицевые, значит вяжем лицевые. Изнаночные, значит вяжем изнаночные до конца ряда. Затем вывязываете планочку 6 лицевых в конце ряда. И кромочная, изнаночная безызменно. И теперь в третьем ряду мы начнем провязывать непосредственно перекрещивание для жгутиков и косичек. Кромочную первую снимаем. Далее у нас идет 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это петли нашей планки. Далее у нас идет 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Для перехода на первую косичку, жгутик. На первую. Теперь берем дополнительную спицу нашу. И из 6 лицевых первые 3 снимаем на дополнительную спицу. И оставляем перед работой. Далее. 4, 5, 6 лицевую вяжем на правую спицу лицевыми. И приставляя вот так вот дополнительную спицу, провязываем теперь с нее первую, вторую и третью лицевую на правую спицу. Тоже лицевыми. И всегда запомните перекрещивание. Мы будем вязать лицевыми. Как в косичках, так и в жгутиках. Далее у нас идет 2 изнаночные. Так и вяжем 2 изнаночные без изменения. Это промежуточные наши изнаночные. Теперь снова берем дополнительную спицу и из 6 лицевых первые 3 переодеваем на дополнительную спицу и оставляем перед работой. Теперь 4, 5 и 6 петельку перевязываем лицевыми на правую спицу. И затем с дополнительной спицы вяжем первую, вторую и третью петлю, также лицевые на правую спицу. Таким образом мы сделали с вами перекрещивание 3 петелек в одном жгутике и во втором влево. То есть, посмотрите, получается первое перекрещивание. И от этого перекрещивания будем отсчитывать затем до следующего перекрещивания, скажем так, провязывания рядочков. Теперь снова у нас идет 2 изнаночные промежуточные. Мы так и вяжем их изнаночными. И мы подошли к 6 петелькам нашей косички. То есть, мы будем делать перекрещивание косички в каждом лицевом ряду. Непосредственно провязывая изнаночный по рисунку, как я уже говорила, а лицевой будет меняться. Там раппорт узора составляет высоту 2 лицевых ряда и 2 изнаночных. То есть, 4 ряда раппорт высоту косички. И теперь первые из 6 лицевых петелек, первые 2 петли мы провяжем на правую спицу 2 лицевые. Далее, третью и четвертую лицевую переодеваем на дополнительную спицу и оставляем перед работой. И довязываем пятую и шестую лицевую на правую спицу. А теперь с дополнительной спицы провязываем 2 оставленные перед работой лицевые. Вот таким вот образом. Мы сделали первое перекрещивание первой косички. Далее вяжем 2 промежуточные изнаночные петли. И переходим ко второй косичке. Вторую косичку нам также нужно перекрутить. Поэтому первые 2 петельки из 6 лицевых мы снимаем на дополнительную спицу и оставляем за работой. Обратите внимание, за работой. Далее вяжем средние 2 петли лицевые. И возвращаем с дополнительной спицы те 2 лицевые, которые мы оставили за работой. Тоже вяжем лицевыми. И до конца у нас остается пятая и шестая петля. Мы довязываем их просто лицевыми. Вот таким вот образом мы сделали перекрещивание вправо. А первой косички сделали перекрещивание влево. И всегда мы будем двигать лишь средние 2 петли, которые будут у нас перекрещиваться то влево, то вправо, благодаря чему получится косичка. Теперь у нас изнаночные 38 петелек. Поэтому мы вяжем 38 изнаночных петелек до следующей косички. Провязали нашу изнаночную гладь на спинке. И теперь у нас 6 петелек лицевых. Это первая косичка, которая у нас расположена на спинке. И вторая косичка после 2 изнаночных, которая уже расположена на передней стороне. Итак, та, которая у нас на спинке, мы должны тоже сделать перекрещивание. Первые 2 лицевые провяжем лицевой на правую спицу. Затем берем дополнительную спицу и снимаем на нее средние 2 лицевые и оставляем перед работой. Далее довяжем 2, это 5 и 6 петля лицевыми, на правую спицу. А затем средние петельки, оставленные перед работой, довязываем на правую спицу. То есть мы сделали перекрещивание в левую сторону. Теперь вяжем 2 промежуточные изнаночные и приступаем к перекрещиванию следующей косички. Для следующей косички мы должны сделать тоже перекрещивание. При этом снимаем 2 первые петельки и оставляем за работой. А средние 2 петельки провяжем на правую спицу. Затем с дополнительной спицы мы провяжем 2 лицевые. И до конца у нас остается 5 и 6 лицевая, мы их просто довязываем на правую спицу. И вяжем 2 промежуточные изнаночные петли. Таким образом мы сделали перекрещивание в правую сторону, что является зеркальным отображением первой косички на спине. И теперь нам осталось всего лишь сделать перекрещивание вот этих двух жгутиков. При этом они тоже должны быть у нас в зеркальном отображении по отношению к вот этой стороне. Поэтому мы сейчас, сделая перекрещивание в первый раз в левую сторону, сейчас должны перекрещивание сделать в правую сторону. Поэтому берем снова нашу дополнительную спицу и снимаем из шести первые 3 петли на дополнительную спицу и оставляем за работой. Затем 4, 5 и 6 петельку мы перевязываем на правую спицу лицевыми. И затем с дополнительной спицы перевязываем первую, вторую и третью петлю также лицевыми. И мы сделали, как вы видите, перекрещивание в левую сторону. Мы вяжем теперь 2 изнаночные промежуточные петли и повторяем все то же самое со вторым жгутиком. Первую, вторую, третью петлю лицевые переодеваем на дополнительную спицу и оставляем за работой. Затем 4, 5, 6 вяжем лицевой на правую спицу. И с дополнительной спицы перевязываем первую, вторую и третью петлю лицевой на правую спицу. И у нас до конца ряда остается всего лишь 6 изнаночных, 6 лицевых планки и кромочная изнаночная. Довязали до конца лицевой ряд и смотрим. У нас получается перекрещивание двух жгутиков в левую сторону, двух жгутиков в правую сторону. Две косички зеркально повернутые друг к дружке с боковой стороны с одной и зеркально повернутые с боковой стороны с другой. Все, мы сформировали наш узорчик и нам лишь остается формировать дальше, продолжать в каждом лицевом ряду маленькую косичку, вот эту, которая у нас на боковой стороне с одной и с другой стороны, и вязать изнаночные ряды по рисуночку. А затем уже через провязанных несколько рядочков мы будем делать перекрещивание вот этого большого жгута одного и второго и с другой стороны одного и второго. Но мы всегда будем перекрещивать жгуты лишь только в одну сторону, в которую перекрутили изначально. То есть, благодаря тому, что мы перекрутили в разные стороны, у нас вот эти жгуты будут с обеих сторон полочек наших в зеркальном отображении. Пятый лицевой ряд. Кромочную снимаем. Далее 6 петель лицевых. Наша планочка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6 петель, которые у нас промежуточные изнаночные. Далее у нас идут 6 петель лицевых жгутика. Это второй ряд после перекрещивания, то есть был изнаночный первый. Первый это второй ряд. Мы вяжем пока без изменения. Далее промежуточные 2 изнаночные, также без изменения. И точно так же 6 петель лицевых второго жгутика. Аналогично первому будем вязать без изменения 6 лицевых. И промежуточные 2 изнаночные. А как я вам уже говорила, петли косы мы будем перекрещивать в каждом лицевом ряду. Поэтому берем дополнительную спицу и из 6 петель первые 2 снимаем на дополнительную спицу и оставляем за работой. Затем средние 2 петли вяжем лицевыми. И возвращаем с дополнительной спицы 2 лицевые петли. 2 петли, которые у нас остаются, просто довязываем 2 лицевые. Вот таким вот образом мы сделали перекрещивание в правую сторону. Теперь вяжем промежуточные 2 изнаночные и приступаем ко второй косичке. Вторую косичку мы первые 2 лицевые вяжем лицевыми без изменения. Затем берем дополнительную спицу и средние 2 петельки снимаем на дополнительную спицу, оставляем перед работой. Довязываем 2 оставшиеся петли лицевые и с дополнительной спицы точно так же довязываем 2 лицевые. Таким образом мы сделали перекрещивание 2 петелек в левую сторону. То есть получилось вот такое зеркальное отображение первой и второй косички. И нам остается довязать петельки спинки изнаночные и приступить к вывязыванию второго бачка косичками. Дошли изнаночными петельками до первой косички, второй на спинке. И теперь смотрите, первые 2 петли снимаем на дополнительную спицу, оставляем за работой. Средние 2 петельки вяжем лицевыми на правую спицу. Затем с дополнительной спицы вяжем 2 лицевые и у нас остались еще пятая и шестая лицевая. Мы вяжем просто их лицевыми. Таким образом сделали перекрещивание в правую сторону. Далее вяжем промежуточные 2 изнаночные и теперь нам нужно сделать перекрещивание в левую сторону. Поэтому 2 первые петельки вяжем лицевыми. Затем на дополнительную спицу переодеваем 2 средние петли и оставляем перед работой. Довязываем оставшиеся 2 петельки лицевые и затем возвращаем с дополнительной спицы. Тоже провязываем 2 петельки с дополнительной спицы лицевыми. Откладываем в сторону спицу, убираем. И получилось вот такое тоже зеркальное отображение перекрещивания косички. Теперь вяжем 2 промежуточные изнаночные и петли жгутика мы пока вяжем без изменения. Это у нас сейчас получается провязан второй ряд после перекрещивания и третий ряд рапорта узора высоту косички. Довязываем до конца ряда. Уже смотрим по рисунку там где жгутик наш. Мы вяжем 6 лицевых. Там где изнаночные наши промежуточные 6 между планкой и жгутом, мы вяжем 6 изнаночных. Далее 6 петель лицевых планочки нашей и кромочная петля изнаночная. Седьмой лицевой ряд. Кромочную снимаем. Далее 6 лицевых планки и 6 изнаночных промежуточные петли между планкой и жгутиками. Далее петли жгутика пока без изменения вяжем. 6 лицевых. 2 промежуточные изнаночные. И точно так же аналогично первому жгутику второй вяжем без изменения 6 лицевых. Теперь у нас снова 2 промежуточные изнаночные. И мы повторяем рапорт узора косы вот этой маленькой с третьего ряда. То есть мы где сделали перекрещивание, затем ряд изнаночный, перекрещивание, ряд изнаночный. Вот снова повторяем перекрещивание косички в левую сторону. Для этого мы первые 2 лицевые провяжем лицевыми. Средние 2 петли на дополнительную спицу оставляем перед работой. Довязываем 5-6 лицевую. И затем возвращаем к дополнительной спице 3-ю и 4-ю вяжем петлю лицевую. Вот таким вот образом, как мы вязали в первом перекрещивании 3-го ряда. Вот он. Теперь у нас 2 промежуточные изнаночные. И мы повторяем с первого ряда рапорта, то есть с третьего ряда от начала вязания узорчика. 2 первые петли на дополнительную спицу оставляем за работой. Средние 2 петельки провяжем лицевой. Затем возвращаем с дополнительной спицы эти петельки 2-е тоже вяжем лицевой. Сделали перекрещивание. И далее довязываем 2 оставшиеся лицевые петельки 5-ю и 6-ю лицевой на правую спицу. Сделали зеркальное перекрещивание петелек косички. И дальше продолжаем вязать изнаночные петельки нашей спинки. Дошли до первой косички. И теперь снова нам нужно сделать перекрещивание, как и в третьем ряду. Вот здесь, где мы вязали первое перекрещивание, в левую сторону. Поэтому 2 первые петли вяжем 2 лицевые. Далее на дополнительную спицу переносим 2 средние петельки, оставляем перед работой. Довязываем 2 лицевые петельки 5-ю и 6-ю. И с дополнительной спицей вяжем 2 лицевые. Таким образом мы сделали перекрещивание в левую сторону нашей косички. Вот она в левую сторону, как и в третьем ряду от начала, то есть в первом ряду рапорта. Затем 2 промежуточные у нас петли изнаночные. И нам нужно сделать перекрещивание в правую сторону. Поэтому берем дополнительную спицу. Оставляем за работой 2 первые петельки на дополнительной спице. Вяжем 2 средние петельки. Затем возвращаем с дополнительной спицы. И довязываем 2 оставшиеся лицевые петельки на левой спице. Тоже сделали, вот смотрите, зеркальное перекрещивание. Вам главное запомнить, что вот этот маленький жгутик, маленькая косичка перекрещивается в каждом лицевом ряду. Только, заметьте, что только мы перекрещиваем 2 средние петли. И благодаря дополнительной спице мы оставляем, то заработает то первые 2 петли, то вторые 2 петли. После средних 2 петелек. То есть 5, 6, либо 1 и 2. Это обязательно запомните. Благодаря вот этой средней, средним перехлестам у нас получается вот такая вот замечательная косичка. И до конца ряда нам остается довязать 2 промежуточные изнаночные, далее 6 лицевых жгутика, 2 промежуточные изнаночные, 6 петель изнаночных промежуточные между жгутиком и планкой и 6 петель лицевых планки, кромочная и изнаночная. Довязываем до конца ряда, уже исходя по рисунку. Девятый лицевой ряд, снова 6 лицевых, 6 изнаночных, 6 петель лицевых жгутика без изменения, 2 изнаночные, снова 6 петелек второго жгутика лицевые, 2 изнаночные и доходим до косички. И снова делаем перекрещивание, это уже вторая часть второго рапорта, нам нужно сделать перекрещивание вправо. Берем дополнительную спицу, 2 первые петельки оставляем на ней и оставляем за работой. Затем средние 2 петли вяжем лицевые, возвращаем с дополнительной спицы 2 лицевые и довязываем 2 лицевые, оставшиеся на левой спице с косички. Сделали перекрещивание, затем 2 изнаночные промежуточные и делаем перекрещивание в левую сторону. 2 первые провязываем лицевой, затем на дополнительной спице оставляем 2 средние петельки перед работой и довязываем 2 последние петли лицевой. Затем возвращаем с дополнительной спицы и вяжем средние 2 петли также лицевой. Затем вяжем наши петельки со спинки изнаночные. Дошли до первой косички со второй стороны и теперь снова 2 первые лицевые оставляем за работой на дополнительной спице. 2 средние провяжем лицевой, возвращаем к дополнительной спице 2 лицевые провязываем и у нас остается 2 лицевые, мы их просто довязываем на правую спицу. Сделали перекрещивание вправо, теперь вяжем 2 изнаночные промежуточные и сделаем перекрещивание влево. Для этого вяжем 2 первые петли лицевые, затем оставляем 2 вторые на дополнительной спице средние петельки и довязываем 2 оставшиеся лицевые. Затем возвращаем средние петли лицевыми, провязываем на правую спицу и таким образом сделали перекрещивание в левую сторону в зеркальном отображении от первой косички. И до конца ряда довяжем по рисунку промежуточные 2 изнаночные, далее петли 6 лицевых жгутика мы вяжем без изменения пока лицевыми, 2 промежуточные изнаночные, снова 6 петель лицевые жгутика, 6 петель изнаночные, 6 петель лицевые планочки и кромочная изнаночная. То есть просто вяжем до конца ряда по рисунку. 11 лицевой ряд мы повторяем третий ряд там где у нас перекрещивание было большого жгутика 6 лицевых планки 6 изнаночных промежуточных далее берем в руки дополнительную спицу и снимаем на нее три первые лицевые петли оставляем перед работой далее вяжем 4 5 6 лицевой и возвращаем с дополнительной спицы провязывая 3 петли лицевые 1 2 3 то есть делали перекрещивание как и здесь третьем ряду влево теперь 2 изнаночные и повторяем 3 петли 1 2 жгутика на дополнительную спицу оставляем перед работой и довязываем 4 5 6 петлю лицевой это уже со второго жгутика и далее возвращаем с дополнительной спицы 3 петли лицевые 1 2 3 сделали перекрещивание теперь две промежуточные изнаночные и раппорт узора маленькой косички повторяется самого начала либо повторяется просто с третьего ряда узора там где мы формировали 1 жгутик и точно так же сделаем перекрещивание сначала в левую сторону сейчас как раз идет перекрещивание в левую сторону а затем 2 жгу и вторую косичку сделаем перекрещивание жгутика правую сторону и вот так вот продолжаем вязать то есть сейчас вы можете включить третий ряд там где мы делали первое перекрещивание влево с другой стороны вы будете делать перекрещивание вправо соответственно вот и будете повторять снова нашу косичку с вами косичку я провязала 2 раппорта высоту поэтому вязать и повторять ее не буду а жгутик вы просто продолжаете вязать с 3 по 10 ряд по рисунку то есть в третьем вы сделаете перекрещивание с 4 по 10 ряд по рисунку а в каждом 11 ряду лицевом будете делать перекрещивание большого жгута косичку вы будете перекрещивать в каждом лицевом ряду то влево чередуя в следующем лицевом ряду вправо влево вправо и так далее главное запомните что в зеркальном отображении с одной стороны у вас должны быть две косички так как одна уйдет на перед вторая на спинку точно также после изнаночной глади у вас со второй стороны одна уйдет на спинку вторая на перед и два жгутика спереди обязательно не забывайте что планочка у вас и без изменения будет вязаться от начала до конца платочной вязкой соответственно лицевыми петлями как с изнаночной так и с лицевой стороны и обязательно это будет только шесть петель без кромочной если считать вот не должно не уменьшаться не увеличиваться вот таким вот образом мы будем без изменения вязать до проймы то есть вот таким вот образом будем вязать без изменения до проймы пока не начнем делить наше вязание на спинку полочки и так далее обязать до проймочек нам нужно до тех пор пока от начала вязания 1 ряда до последнего не будет 23 см высоту то есть если взять по рапортам узора косы нам нужно связать 11 полных рапортов, то есть 11 раз от начала вязания, где мы сделали первое перекрещивание, до последнего ряда 23 сантиметра у меня получилось 11 полных рапортов, 11 раз по 4 ряда. Далее я сделала перекрещивание вот в третьем ряду и мы сделали с вами второе перекрещивание, самостоятельно вам нужно сделать третье, четвертое, пятое и шестое, то есть при окончании четвертого ряда рапорта косы вам нужно остановиться. И обратите внимание, что я сейчас нахожусь в начале лицевого ряда, то есть вот она моя ниточка. При этом вам нужно сделать такие же петельки, как мы сделали с вами вот в третьем ряду, нужно сделать на третьем перекрещивании косы, вот она в этом ряду лицевом, петельку, то есть вы провязываете, кромочную снимаете, затем провязываете 2 лицевые, накид, 2 вместе и довязываете 2 лицевые. В обратном направлении в изнаночном ряду все петельки лицевые, не провязанная, перекрещенная лицевая, вот так вот, смотрите. Накид вы провязываете лицевой, не перекрещенной, чтобы была петелька, как и в первом случае. И затем третью петельку вам нужно сделать на перекрещивании, сейчас скажу, первое перекрещивание, второе, третье петельку сделали, далее четвертое, пятое и в шестом перекрещивании. Если вы посмотрите, можете не считать именно перекрещивание косы, а просто от первой нашей петельки, которую мы с вами сделали вместе, отсчитываете 12 изнаночных вот таких вот косичек, то есть 12 изнаночных рядочков, и в начале лицевого ряда, после последнего 12 ряда изнаночного делаете петельку, затем снова у вас, вот он, первый изнаночный ряд, затем второй, третий, четвертый и так далее, снова 12 отсчитываете и между 12 и 13 снова делаете петельку, либо так. В общем, нам нужно сделать еще 2 петельки и довязали до 23 сантиметров высоту, до проймочек. И сейчас мы будем вязать убавление для нашей проймы, то есть делить вязание на полочки отдельные, которые мы будем сейчас провязывать, и отдельно провязывать мы будем спиночку. Но для этого мы должны немножечко, скажем так, распределить петельки наши, для того, чтобы убавить... Смотрите, можете повесить маркер между вот этими двумя косичками нашими на спинке и на полочке. Вот они 2 изнаночные, вот между ними хотите, можете повесить маркер. Самое главное, не запутайтесь. Сейчас мы пока начинаем вязание, как обычно, с планки, затем 6 петель жгутиков раз, 6 петель жгутиков два, промежуточные, изнаночные, пока без изменения. И мы должны провязать до вот этой крайней изнаночной, то есть вот она у нас после косы первая изнаночная, то есть до последней петельки полочки. Итак, провязали петли жгута и дошли до косички. Сейчас у нас косичка находится на первом ряду рапорта, поэтому две первые мы провязываем лицевые, затем на дополнительную спицу снимаем две средние петли, оставляем перед работой и довязываем пятую, шестую лицевую петлю. Затем возвращаем с лицевой петли, ой, со спицы лицевые две петли. Вот так вот сделали перекрещивание влево и довязываем последнюю изнаночную петельку. Все, пока петельки спинки мы не трогаем. Петли спинки у нас начинаются с первой изнаночной, вот здесь вот, и дальше идет косичка и так далее. Вторую изнаночную мы вязали переднюю полочку. Теперь, не довязывая до конца ряда, мы разворачиваем наше вязание, то есть так и оставляем все пока как есть, просто вот так вот поверните вязание. И мы сейчас должны будем в изнаночном ряду в начале вот здесь вот левой спицы убавить 4 первые петли. Причем убавлять мы будем как ложатся петельки. Первую снимаем не провязанной, то есть как кромочную, вот она с рабочей петлей. Далее у нас идет изнаночная. Мы так и вяжем ее изнаночной и одеваем кромочную на изнаночную. Изнаночную, обратите внимание, я спустила вот так вот на нее кромочную. Далее вторая у нас изнаночная. Я предыдущую одеваю на эту изнаночную и спускаю. Третья изнаночная, одеваю предыдущую и спускаю. И четвертая изнаночная, я предыдущую спускаю на нее. Таким образом я убавила 4 петельки. И до конца этого ряда мне нужно будет довязать изнаночный ряд по рисунку. То есть все как обычно. У меня идут 2 изнаночные, я так вяжу 2 изнаночные. 2 лицевые, 2 лицевые. У нас далее идут петельки жгута 6 изнаночных. Далее 2 промежуточные лицевые. Снова 6 изнаночных и так далее. То есть я до конца этого ряда довязываю по рисунку. Довязали изнаночный ряд. И вот посмотрите мы убавили первую сторону для кроймочки. И теперь мы должны вязать без изменения. Я сейчас с вами буквально пару рядочков еще провяжу. Покажу как мы будем дальше вязать. Как вот эти жгутики мы делали перекрещивание, так мы и будем перекрещивать через 7 рядочков. В каждом восьмом получается лицевом ряду. А вот у нас здесь получается 2 остались петельки с косички. И одна последняя петля, это будет считаться кромочная. То есть мы как всегда будем ее вязать изнаночной. И с той стороны в изнаночную ряду первую будем снимать непровязанную. То есть в принципе продолжать как своего рода конец, начало ряда. Теперь что мы делаем? Мы первую, как всегда, кромочную снимаем. Далее вяжем 6 петель нашей планочки лицевыми. Далее 6 петель изнаночными в промежутке между планочкой и первым жгутиком. Затем первый жгутик мы без изменения пока вяжем 6 лицевых. Промежуточные 2 изнаночные. И второй жгутик 6 лицевых без изменения. И довязав до 3 последних петелек, отбрасываем последнюю, это кромочная. Нам нужно вот эти 2 петельки предпоследние перекрутить с наклоном влево. Так как основные вот эти жгуты у нас с наклоном влево, то и вот эти 2 петельки я буду перекрещивать через 1 лицевой ряд влево. То есть смотрите, мы снимаем 2 петли на правую спицу. Затем одеваем сначала первую на левую спицу петельку. Вторая у нас остается за работой. И потом подтягиваем на левую спицу и вторую петельку, которую оставляли за работой. То есть своего рода как здесь. Мы оставляли 3 петельки перед работой. Провязывали сначала вторые, потом с дополнительной спицей. Точно так же здесь мы оставляем 1 петлю перед работой. Вторую сначала провязываем лицевой. И затем первую провязываем лицевой. То есть сделали снова с наклоном влево, но уже вот эти 2 петельки. Последняя у нас изнаночная. Изнаночные ряды мы так и будем вязать по рисунку, так как ложатся петельки. То есть здесь все остается без изменения. Повернув на лицевой ряд, мы провяжем 6 петель планки лицевыми петлями и 6 петель изнаночной промежуток между жгутом и планочкой. Так как это ряд с перекрещиванием, поэтому берем дополнительную спицу и первые 3 петли первого жгута снимаем на дополнительную спицу и оставляем перед работой. Далее 4, 5, 6 вяжем лицевой. И с дополнительной спицы провяжем оставленные петли перед работой. 1, 2 и 3. Затем 2 изнаночные промежуточные по рисунку у нас. И аналогично первому жгуту мы оставляем 3 первые петельки перед работой на дополнительной спице. Затем 3, 4, 5, 6 провяжем лицевой. А первую, вторую, третью с дополнительной спицы затем довязываем снова на правую спицу. 1, 2 и 3. Теперь вяжем 2 промежуточные изнаночные. И смотрите, мы ряд назад лицевой вязали перекрещивание, поэтому в этом ряду лицевом мы перекрещивание не делаем. Мы просто вяжем 2 лицевые и кромочная изнаночная. Изнаночный ряд продолжаем вязать по рисунку. Довязали изнаночный ряд и снова в лицевом ряду вяжем 6 петель планки лицевыми, 6 изнаночных. Затем 6 лицевых петель жгута 2 изнаночных, 6 петель второго жгута лицевые, 2 изнаночные. И доходим до вот этих двух последних петелек перед кромочной. Дошли до двух предпоследних петелек и теперь смотрите, снимаем обе петли на правую спицу, затем одеваем первую петлю, вторая у нас остается за работой. И затем мы подхватываем и переодеваем ее на левую спицу. И вяжем первую лицевую, затем вторую лицевую и кромочная изнаночная. Смотрите, мы таким образом сделали перекрещивание во втором лицевом ряду. То есть смотрите, мы сделали первое перекрещивание, затем провязали изнаночный ряд, лицевой и изнаночный. И в четвертом ряду делаем перекрещивание маленького вот этого жгутика из двух петелек. И сейчас получается мы провязали после перекрещивания большого жгута провязали изнаночный ряд и лицевой сейчас ряд провязали, то есть это второй ряд. То есть большой жгут, запомните, что мы перекрещиваем в каждом восьмом лицевом ряду, продолжаем, как и вязали до этого. а маленький жгутик будем в каждом четвертом то есть приблизительно вы получается рассчитываете на то что два перекрещивания делая маленького жгута затем одно большое на этом же уровне вот я немножечко сдвинула рисуночек для того чтобы у меня не совсем скажем так совпадал жгут ну то есть такое сделала смещение небольшое хотите можете сделать перекрещивание в этом ряду где большой жгут для того чтобы не путаться делая посередине перекрещивание малого жгута ну это так это по желанию и так в общем дальше продолжаем вязать прямым полотном именно эту полочку левую где у нас пуговички ну или правую если одевая на себя вот как вам проще понимать мы продолжаем вязать до тех пор пока у нас не наберется высота кофточки то есть у меня это 35 вот пределах 35 сантиметров от начала вязания у меня должно быть полотном я буду перекрещивать маленький жгутик два больших жгутика и дальше вязать планочку продолжать не увеличивая не уменьшая ровно 6 петелек при этом в двина между двенадцатым и тринадцатым изнаночным рядом вот такими полосочками я буду делать снова петельку кромочную снимаем далее вяжем 2 лицевые делаем накид 2 лицевые вяжем 1 вместе делая сокращение наш накидик должен восполниться благодаря вот этой убавленной петли и 2 лицевые довязываем до конца планочки все изнаночные ряды продолжаем вязать точно так же по рисунку без изменения и так я провязала самостоятельно высоту нашей кофточки и смотрите сделали мы с вами первое перекрещивание второго маленького жгутика и сделали мы с вами перекрещивание большого жгута большого я сделала еще три перекрещивания и провязала изнаночный ряд маленького я всего получается начиная с первого перекрещивания сделала 1 2 3 4 5 6 7 7 перекрещиваний и смотрите закончила в начале лицевого ряда то есть развернула вязание и ниточка у меня оказалось в начале лицевого ряда этот моточек я предлагаю вам оставить не трогать то есть для того чтобы потом продолжить вязать этим же моточком капюшончик и не делать лишних присоединений возьмите другой моток уже новый и мы сейчас начнем обрабатывать вот эту вторую сторону то есть вторую нашу полочку и затем уже исходя из того как мы свяжем первую вторую полочку вы самостоятельно сможете без проблем связать спинку там я вам сейчас покажу что будет если вы будете самостоятельно вязать что в итоге получится итак сейчас мы начнем со второй полочки и для того чтобы начать вязание нам нужно присоединить ниточку перед тем как присоединять ниточку я вам рекомендую сейчас сделать перекрещивание вот этой маленькой косички для того чтобы нам просто было потом сделать убавление первую мы снимаем изнаночную далее у нас идет две лицевые первые две лицевые вторые две лицевые 3 как вы помните нам нужно вот эту серединочку перекрестить с первыми двумя петельками то есть смотрите мы снимаем получается изнаночную две лицевые затем средние две лицевые мы оставляем на дополнительной спицы перед работой затем одеваем первые две лицевые и возвращаем с изнаночной с дополнительной спицы вот эти вот две лицевые петелечки то есть как бы сделали такое вот мнимое перекрещивание не провязывая возвращаем опять изнаночную вот эту вот которая была в начале и у нас получилось перекрещивание без провязывания то есть смотрите вы средние оставляете на дополнительной спицы затем одеваете первые две снятые и возвращаете изнаночную а лишь после этого мы будем сейчас начинать вязать полочку итак берем рабочую ниточку вот он короткий у нас краешек и начинаем присоединение первую мы изнаночную снимаем не провязаны затем у нас идет вторая петля лицевая вот я провяжу с новой ниточкой уже лицевую петельку лицевой и изнаночную первую снятую одеваем на лицевую затем снова вяжу следующую лицевую которую мы возвращали и одеваю лицевую на ново провязанную лицевую это второе убавление далее снова 1 лицевая переодеваем на нее петлю третье убавление и последнее четвертое убавление провязывая четвертую лицевую и на нее одеваем предыдущую петельку здесь у вас получилось может быть не совсем затянутая аккуратненькая косичка но потяните краешек ниточки которые только что ввели и вот оно все стало сразу на свои места теперь смотрите у нас остается как и на первой полочке 2 лицевые после кромочной будем считать вот эту петельку кромочная то есть смотрите мы убавили 4 петельки в левую сторону в начале ряда если там мы убавляли в начале изнаночного ряда то симметрично мы сейчас сделали убавление и в левую сторону на нашей получается левой полочки или право если вы смотрите на полотно теперь смотрите нам нужно до конца ряда довязать по рисуночку так как ложатся петельки то есть смотрите у нас идет 2 лицевые значит вяжем 2 лицевые далее 2 изнаночные 6 петель лицевые жгута 2 изнаночные промежуточные 6 петель 2 жгута лицевые затем 6 изнаночных промежуточных и петли планочки 6 лицевых то есть довязываем до конца ряда по рисунку и изнаночный ряд мы тоже свяжем как ложатся петли по рисунку довязав изнаночную сторону разворачиваем на лицевую и последнюю мы будем вязать с изнаночной стороны вот эту петельку как кромочную изнаночный а в начале каждого ряда будем ее снимать непровязанной поэтому снимаем ее не провязанной а дальше у нас идут 2 лицевые продолжение вот этой маленькой нашей косички поэтому мы сейчас должны аналогично правой полочки сделать левую полочку смотрите так как у нас здесь вот эти большие жгуты повернуты вправо то нам вот эту меленькую косичку из двух петелек нужно сделать с поворотом вправо поэтому снимаем на правую спицу две петли затем нашу первую петельку оставляем перед работой снимаем ее одеваем сначала первую петлю на левую спицу а затем вторую петлю смотрите мы сделали поворот вправо и нам лишь остается провязать эти две петельки по отдельности лицевыми вот мы и сделали поворот вправо теперь дальше у нас идут две изнаночные 6 лицевых пока еще жгут мы не перекручиваем затем две промежуточные изнаночные снова 6 лицевых так далее то есть этот ряд мы довязываем до конца по рисунку и изнаночный ряд также вяжем по рисунку без изменения провязали изнаночный ряд и разворачиваем на лицевой теперь смотрите это ряд с перекрещиванием большого жгута поэтому мы будем жгут большой перекрещивать с наклоном вправо 1 и 2 а вот этот маленький жгутик из двух петелек мы трогать в этом ряду не будем мы будем делать перекрещивание маленького жгутика через один лицевой ряд поэтому кромочную снимаем далее вяжем 2 лицевые 2 изнаночные и берем в руки дополнительную спицу на которую снимаем 3 первые петельки и оставляем за работой затем провяжем следующие 3 петельки лицевыми 1 2 3 и возвращаем дополнительной спицы 3 лицевые провязывая на правую спицу 1 2 3 далее у нас идут 2 изнаночные промежуточные и снова со второго жгутика аналогично первому снимаем 3 первые лицевые оставляем за работой и следующие 3 провяжем лицевыми 1 2 3 затем возвращаем на правую спицу провязывая 3 лицевые с дополнительной спицы и дальше до конца ряда у нас остается 6 изнаночных и 6 лицевых петель планки изнаночный ряд мы свяжем по рисунку провязали изнаночный ряд по рисунку и теперь снова смотрите кромочную снимаем и ряд получается наступил там где мы будем перекручивать маленький жгутик поэтому я вам сейчас еще раз покажу как мы будем перекручивать его правую сторону снимаем 2 петли лицевые на правую спицу затем одеваем сначала вот эту первую петельку а вторую оставляем перед работой и затем возвращаем перед первой петелькой вторую и теперь провяжем лицевой таким образом у нас получается с наклоном вправо то есть фактически вы можете снимать на дополнительную спицу первую петельку оставлять перед работой провязывая вторую затем возвращаете с дополнительной спицы первую что мы делали с вот этой косичкой только здесь мы оставляем 3 перед работой 3 провязываем 3 возвращаем дополнительной спицы я делаю все то же самое с вот этими двумя лицевыми петельками и дальше довязываю по рисунку до конца ряда как ложатся петельки 2 изнаночные далее 6 лицевых первый жгут 2 изнаночные промежуточные 6 лицевых со второго жгутика далее 6 изнаночных промежуточных и 6 лицевых петель планки в отличие от первой полочки нам сейчас на планке не нужно делать никаких петелек для пуговичек что упрощает нам работу и кромочная изнаночная все теперь смотрите я вам показала как делать вторую полочку мы теперь продолжаем делать в каждом восьмом ряду перекрещивание вот этого большого жгута но в правую сторону в отличие от первой полочки и через лицевой ряд мы будем перекрещивание делать вот этого маленького жгутика из двух лицевых правую сторону благодаря чему у нас будет получаться вот такой вот маленький жгутик по над рукавчиком по проимочкой и вот такие два больших жгута аналогично первой полочки планочка у нас продолжает вязаться без изменения без дырочек без ничего и смотрите исходя из того что мы с вами связали первую вот эту полочку мы с вами сейчас начали вязать вторую полочку поэтому аналогично 1 делайте такое же количество перекручиваний только уже в правую сторону симметрично вот этой полочки и такое же количество перекручиваний маленького вот этого жгутика для того чтобы у вас были одинаковые две полочки как правая так и левая и желательно оставляете на дополнительной спице либо на булавочке чтобы у вас вот это вязание было открытым то есть обратите внимание что я не закрываю петельки оставляю все открытым причем у вас на вот этой полочке 1 должен остаться моточек с ниточками которым мы дальше продолжим наше вязание теперь после того когда вяжем и вторую вот эту вот нашу полочку симметрично 1 тоже не закрываете петельки желательно переоденьте на дополнительную спицу либо булавочку и исходя из вязания первой и второй полочки вы самостоятельно без проблем я думаю сможете связать спинку смотрите мы точно так же как и на вот этой второй полочке делаем перекручивание затем убавление 4 петель и у вас остается кромочная и две петли две петли вы делаете перекручивание как на вот этой полочке то есть все абсолютно одинаково с наклоном вправо а с вот этой стороны вы довязав до конца ряд то есть смотрите вот эти изнаночную гладь вы не трогаете так и продолжаете вязать она у вас без изменения между косичками а со второй стороны вы делаете перекрещивание с наклоном влево вот это последняя на косички затем разворачиваете на изнаночную сторону и делаете убавление первых четырех петель как мы делали на первой полочке для тех кто не помнит можете включить видео там где мы делали первую полочку и вот точно так же сделать убавление и аналогично первой вот здесь вот полочки сделать такую же косичку с наклоном получается влево то есть вы просто повторяете все то же самое что мы делали с полочками здесь сокращение вы делаете аналогично которая здесь а с правой стороны вы делаете аналогичное убавление как с правой мы делали на второй полочке то есть что мы делали с вами сейчас делаете в начале ряда а то что делали на первой полочке делаете начале изнаночного ряда при этом тоже присоединяете ниточку в начале ряда и вяжите в высоту точно такое же полотно как и на полочках высотой то есть чтобы они у вас обязательно сошлись в высоте как спинка так и передние вот эти вот наши полочки и так сейчас продолжаете вязать высоту затем делаете спиночку и обязательно когда свяжите вот эту полочку оставьте где-то сантиметров 35 ниточки не отрезая у вас вязание должно закончиться с изнаночной стороны в начале лицевого ряда поэтому оставляете ниточку где-то сантиметров 35 можете ее отрезать присоединяете ниточку на спинку вяжите спинку и отрезаете ниточку на спинке тоже вот смотрите я закончила вязать в конце изнаночного ряда я сейчас нахожусь в начале лицевого ряда и тоже отрезаете ниточку где-то оставляете сантиметров 35 этими ниточками мы будем без присоединения другой нити закрывать плечевые скосы и до встречи во второй части где мы с вами продолжим вязать кофточку